22 марта, 11.30. Жители Бобруйска собираются у братской могилы советских военнопленных. Память жертв нацизма чтят минутой молчания. После возлагают к мемориалу цветы. Впереди путь длиною в 150 километров. Пункт назначения – Курганславы. В Минскую область съезжаются полтысячи машин. Патриоты Беларуси уже давно превратили автопробеги в хорошую традицию. С каждым разом к ним присоединяются все больше людей. Масштабы поражают. Солнечный день. Мы собрались здесь для того, чтобы проявить свою гражданскую позицию, чтобы встретиться с родными людьми. Пускай мы живем в разных городах, но мы уже стали большой дружной семьей. Конечная точка маршрута – Хатынь. Равнодушных здесь нет. Люди несут цветы к непокоренному человеку. Этот памятник – центр мемориального комплекса. Митинг-реквием – дань памяти невинным жертвам войны. 79 лет назад в Хатыни произошла страшная трагедия. В деревню вошел 118-й батальон охранной полиции. Стариков, женщин и детей загнали в сарай и подожгли. А когда горящие люди пытались бежать, добивали и уничтожали. Им не оставили ни малейшей надежды на спасение. Тот день оборвал жизни 149 человек. «Мы всегда, люди старшего поколения, пытаемся передать младшему. Нельзя забывать такие трагические истории нашего государства. Вот поэтому мы сегодня здесь отдаем дань памяти и уважение тем, кто погиб в те далекие годы». Колокола Хатыни знают во всем мире, но каждый элемент мемориала – от шестиметровой скульптуры крестьянина до труп обелисков – имеет свою символику, в которой заключен глубокий смысл непокоренности и мужества белорусского народа. За все годы комплекс посетили 40 миллионов человек из 100 стран. «Здесь чувствуется та боль, те слезы, которые здесь были пролиты и которые здесь пережиты. Мы участвовали в митинге в память погибших не только в Хатыни, но во всех деревнях Белоруссии, которые были сожжены заживо немецко-фашистскими захватчиками». Первоначально мемориал должны были посвятить только трагедии этих мест, но проект пересмотрели, и Хатынь превратилась в символ вечной памяти. Теперь же здесь находится единственное в мире кладбище деревень. «Зуева», «Мураги», «Рудкова», «Залесия» – мемориальный комплекс увековечил память о 185 деревнях, подобных Хатыни, сожженных и невозрожденных. В траурных урнах земля, познавшая трагедию разорения». На открытии мемориала в 1969 Иосиф Каминский заявил «Люди, не допустите больше такого никогда». Наставление выжившего в Хатынском огне кузнеца приобретает особый смысл в год исторической памяти. Карина Гуревич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.